Параграф 23. О причинах повышения или понижения чувственных ощущений по степени. Чувственные ощущения повышаются в степени. Первое – в силу контраста. Второе – новизны. Третье – смены. Четвертое – подъема. А. Контраст. Резкое различие – контраст. Это возбуждающее наше внимание сопоставление двух противоположных чувственных представлений под одним и тем же понятием. Оно отличается от противоречия, которое состоит в соединении двух противоположных понятий. Хорошо обработанная местность в песчаной пустыне усиливает представление о культурности в силу одного контраста. Таковы мнемы райские местности в области Дамаска в Сирии. Шум и блеск двора или большого города рядом с тихою, простой и мирной жизнью деревни, дом под соломенную крышею, но с комнатами уютными и полными вкуса, дают представлению живость и останавливают на нем наше внимание, ибо это представление благотворно действует на наше внешнее чувство. Напротив бедности высокомерия, роскошные уборы дамы, блистающие бриллиантами, и ее грязное белье, или, как прежде у польских магнатов, пышно убранные столы с огромным количеством прислуги, обутые в лапте, представляют не контраст, но противоречие, ибо здесь одно чувственное представление уничтожает или ослабляет другое. Так как здесь пытаются соединить под одним и тем же понятием нечто совершенно противоположное, что само по себе невозможно. Но можно ставить контрасты и с комической целью, очевидное противоречие излагать в формах истины, или нечто явно позорное рассказывать в фуалебном тоне, чтобы сделать тем заметнее всю нелепость этого, как это делает Филдинг в одном из своих романов, или Блюмаур в своей переделке Вергилия. Точно так же бывает, когда трогательный, раздирательный роман, как Лариса, пародирует весело и удачно. Таким образом, внешние чувства поднимают именно тем, что освобождают его от противоречия, от примеси к нему ложных и вредных понятий. Б. Новизна. Внимание оживляется чем-нибудь новым, куда надо отнести все редкое и хранимое в секрете. Для нас это чистый выигрыш. Этим путем чувственное представление приобретает больше силы и яркости. Оно уничтожает все будничное или все привычное. Под эту новизну и нельзя разуметь открытие какого-нибудь произведения древности, его исследования или выставку на показ публики. Тогда оживая для настоящего времени нечто такое, относительно чего по естественному ходу вещей, можно было предполагать, что сила времени его уже давно уничтожила. Внимание специалиста поднимается до высшей степени, когда он сидит на обломке стены Древнего Римского театра в Вероне или Ниме, когда он держит в руках домашние сосуды старого народа, многостолетий покрытого лавой Геркулапума, рассматривает монеты македонских королей или камеи древних скульпторов. Склонность к приобретению или изучению чего-нибудь только ради новизны, редкости или недоступности называется страстью к курьезам. Но эту склонность, хотя она только играет с представлениями и лишена интереса к своему предмету, нельзя порицать, если она не обращается на выслеживание того, что представляет личный интерес для других людей. Что же касается чисто чувственной впечатлительности, то она каждое утро становится живее и ярче, чем бывает вечером, уже в силу новизны ощущений. Все представления внешних чувств утром становятся отчетливее, если только наши внешние чувства не находятся в болезненном состоянии. С. Смена. Монотонность, полное однообразие ощущений, возбуждает в конце концов эхатонию, утомление внимания к своему собственному состоянию, и чувственное ощущение ослабляется. Смена его освежает. Так проповедь, которую произносят в одном и том же тоне, то крикливым, то размеренным, но все время однообразным голосом, наводит сон на всю аудиторию. Работа и покой, город и деревня, разговор в обществе и игра в одиночестве, занятия то историю, то поэзию, то философию, то математикой дают душе новые силы. Это именно та жизненная сила, которая возбуждается сознанием ощущений, когда ее различные органы в своей деятельности сменяют друг друга. Таким образом, довольно продолжительное время проходит почти незаметно, если оно занято прогулкой, ибо тогда одни мускулы ног сменяют друг друга в деятельности и покое. Время идет медленно, когда мы неподвижно стоим на одном месте, когда одни мускулы должны напряженно работать без смены. Поэтому-то так интересны путешествия. Только, к сожалению, у праздных людей они оставляют ощущение пустоты, атонию, как следствие монотонности домашней жизни. Правда, природа уже сама по себе установила так, что среди приятных ощущений, оживляющих внешние чувства, незваной является и скорбь. Таким путем она делает жизнь интересную. Но преднамеренно, только ради смены, примешивать к жизни скорби и причинять себе горе, заставлять будить себя, чтобы снова хорошенько почувствовать состояние усыпления. Или как в романе Филдинга «Найденыш», где издатель этой книги по смерти автора прибавил к ней еще последнюю часть, чтобы ради разнообразия после брака, которым оканчивается роман, показать ему керевности. Все это доказывает отсутствие вкуса, ибо если какое-нибудь состояние становится хуже, то это еще отнюдь не усиливает того интереса, который принимает в нем наши внешние чувства. Это также справедливо и для трагедии. Окончание не есть еще смена. Д. Подъем до полноты. Беспрерывный ряд по степени различных, следующих друг за другом чувственных представлений, где последующее всякий раз сильнее, чем ему предшествующее, доводит напряженность, интенсио, внимание до последней степени. Постепенное приближение к этой границе будет чувство, а переход за эту границу снова ослабляет его, ремиссио. Но в том пункте, который отделяет обе эти крайности, лежит полнота, максимум ощущения, после которой наступает нечувствительность, а значит, и безжизненность. Если хотят сохранить чувственную способность в полной свежести, то не следует начинать с сильных ощущений, ибо они делают нас нечувствительными к следующим за ними. Здесь гораздо лучше на первых порах совсем отказаться от таких ощущений и скопо мерить движение, чтобы иметь возможность подниматься все выше и выше. Церковный проповедник в начале речи начинает с холодных уроков разума, которые имеют целью оживить понятие о долге. Затем он выдвигает моральный интерес и в заключение приводит в движение все пружины человеческой души посредством ощущений, которые дают силу этому моральному интересу. Молодой человек, откажись от удовлетворения своей жажды веселья, роскоши, любви и так далее, если и не ради стоических принципов, в предположении, будто бы ты можешь обойтись и без этого, то из тонких эпикурейских соображений, чтобы иметь всегда перед собой все возрастающее по степени наслаждение. Эта скопость по отношению к наличности твоего жизненного чувства путем отсрочки удовлетворения действительно сделает тебя богаче, хотя в конце жизни ты в большинстве случаев должен будешь совершенно от него отказаться. Сознание того, что наслаждение всегда в твоей власти, как и все идеальное, гораздо плодотворнее и шире по объему, чем то, что дает удовлетворение внешним чувствам. Последнее, кроме того, истощает эти чувства и таким образом тратит имеющийся у тебя основной капитал.